Здравствуйте, наши дорогие ученики и уважаемые подписчики! Сегодня разговор пойдет о том, как поступить в одну из престижнейших художественных школ, а именно Московский художественный академический лицей Прироссийской академии художеств. Художественные школы бывают двух типов. Это не полного дня, когда ваш ребенок приходит и занимается дополнительно после общеобразовательной школы. И второй вариант, про который сегодня именно пойдет речь, это когда общеобразовательные предметы преподаются вместе со специальными дисциплинами, как происходит в Махл-Рах. Вся информация находится на официальном сайте художественного лицея. Сегодня разговор пойдет конкретно о том, какие требования для поступающих в художественную школу, а именно, что нужно нарисовать на экзаменах. По рисунку это натюрморт, крынка и какой-то фрукт с тональным решением. По живописи это тоже какой-то кувшинчик простой формы и яблочко или груша. Работу необходимо выполнить в акварели и обязательно указать и в рисунке, и в живописи источник света. То есть работы должны быть выполнены со светотенями. В художественном лицее работает подготовительное платное отделение. И сейчас мы вам показываем результаты просмотра, когда все учащиеся и все желающие абитуриенты раскладывают свои работы на полу, и комиссия проходит и смотрит уровень подготовки и рекомендует к экзаменам детей, у которых уровень работ позволяет им сдать успешно вступительные экзамены. Кроме экзаменационных заданий по рисунку и по живописи, необходимо будет также выполнить две композиции. Одна на свободную тему, а вторая на заданную тему. Свободная тема – это обычно бывают сказки. Заданная тема – это зачитывается отрывок художественного произведения, чаще всего тоже сказка. И надо на основе отрывка выполнить художественное задание. Сейчас мы с вами находимся на просмотре подготовительного отделения для тех, кто решил поступать в художественный лицей. И обратите, пожалуйста, внимание на то количество выполненных заданий по рисунку, по живописи и по композиции, то есть наброске, чтобы ребёнок чувствовал себя готовым к сдаче экзамена. Очень много отдаётся времени на живопись и рисунок мелких предметов. Это те предметы, которые могут быть рядом с тем кувшином, который вам попадётся на экзамен. Поэтому готовиться надо заранее. Писать луковички, яблочки, руши с определённым источником освещения. То же самое делать по рисунку. Делать много набросков животных и людей, для того, чтобы потом можно было выполнить хорошо задания по композиции, по рисунку и по живописи. В последующих видео я покажу вам день открытых дверей в художественном лицее, чтобы вы увидели, как рисуют дети, которые туда уже поступили. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить все новости. Всего доброго. До свидания. С вами была изо студия Палитра и Екатерина Кондрашина.